Если цели своего не будут достигнуты, если случится какое-то вынужденное перемирие, если будет вынужденная граница, и мы не сможем продвинуться и контролировать максимальную территорию Украины, вот мы слышим из разных пропагандистов из СМИ, из ток-шоу, болтовни, стилеги, что потери несут с обеих сторон, как и они, так и наши. И вот у этих погибших есть семьи, есть сотни тысяч, миллионы детей, которые погибли от рук нашей армии, которые погибли от рук нашей армии. Как нации украинцев не существует, что это оболваненные русские. Противник должен быть уничтожен, потому что только мертвые в спину не стреляют. И мертвые не сделают детей, которые потом не возьмут оружие и начнут пустить за родителей. А прям топить таких надо было в присыне. Прямо вот там, где плыны кача, вот прям топить этих детей, топить. Прямо в тесыне. И сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. И вот прям в эту сморяковую хату забивать и сжечь. А вот эти вот, происходит новое, да, на генетическом уровне, вот с враждой на генетическом уровне новые люди, да, там дети, которые будут просто расти и мечтать о том, что они будут убивать нас. Вот поэтому, значит, нами нужно доводить до конца. И нет какой-то границы, там, Донецкая область, Запорожская область, потому что там через 10 лет это будет все то же самое, только больше в масштабе. И поэтому я думаю, что, конечно, нужно дойти до конца и не остановиться. Потому что, ну, я думаю, ни мне, ни вам будет не очень сладко. Мне-то точно, и тебе тоже, конечно. Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте сбоку. Многие успели посмотреть видео, на котором российский пропагандон Сладков рассказывает о том, что украинцы увели у них, точнее, у его команды, дрон Мавик. Но немногие обратили внимание, кто присутствует на данном видео, кроме Сладкова и оператора дрона. Это тот самый российский нацист Мельчаков. В молодости он резал головы собакам, демонстрируя это на камеры. Позже вступил в ряды нацистских группировок. И вот уже 8 лет освобождает Донбасс от украинцев, будучи убежденным нацистом. В чем неоднократно Мельчаков сам признавался на камеру. Я нацист. Я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Можно руку скинуть. Это война не за Украину, это война не за газ, не за мир, не за НАТО. Это война за будущее белой нации, за будущее белой цивилизации, за будущее белой России. В Славянске было двое, прислезли с Чешской республики, причем один был бывшим нацистом, по крайней мере он реально был разрисован. У него была татуировка со свастикой во всю группу. Мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Проводится специальная военная операция под деносификацией. Я считаю, что каждый мужчина заслуживает уважения своими действиями, защищать чужих детей, которые для нас одинаковы, если они с белой кожей, если они рождены на нашей славянской земле. Это нацист, это нацист, это нацист, это нацист. Вот такие они, деносификаторы Украины. Андрей Цеплиенко обратил внимание на еще одного нациста и маньяка. Это Игорь Мангушев, который называет себя авантюристом и политтехнологом. Со сцены он произносит речь, держа в руке череп. Как утверждает Мангушев, череп принадлежал защитнику Азовстали. Но наша война, она не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война, это война с идеей. Украина должна быть геокалинизирована. Русские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Именно поэтому в этом трагедия украинских солдат, что мы воюем с идеей, поэтому нам насрать, сколько их надо убить и как их надо убить. А мы воюем с идеей, поэтому все носители этой идеи должны быть уничтожены. Так же так вот этот чувачок, бедный Юрик, да, он, наверное, тоже хотел не валяться под Азовсталью, но просто выбрал не ту сторону. Как думаешь, он понял, что такое русский мир? Я думаю, да, он понял, что такое русский мир. Вот они, настоящие лица русского мира, путинского мира, той реальности, в которую пытаются силой втянуть украинцев. Мы очень вас просим, поделитесь этим видео со своими друзьями, которые живут в Европе. Максимальное количество людей должно знать, с кем сейчас сражаются защитники Украины. Это зло нужно победить, потому что ему не место в цивилизованном мире. Россия обеспечит геноцификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Демилитаризации и деноцификации. Пенсионеры хвастаются тем, что успели купить билет на концерт к Абзону за 200 тысяч рублей. Присутствует губернатор, мой приказ один. Все, что туда пудло, все, что сюда прибыло, это приказ, понятно? Да, все. Мы получили выплаты по 200 тысяч, то есть поддержку хорошую оказывать. 200 тысяч рублей. Достойная поддержка. 200 тысяч справедливо за нашу жизнь. Получаем гуманитарную помощь, то есть все замечательно, хорошо. И более того, до личного состава батальонов довели. Будет нужда у членов их семей, можно смело обращаться к местным властям. Сразу после утраты кормильца, когда ипотеку будет нечем выплачивать, обращайтесь смело к местным властям. Пересели от вас солдатское общежитие номер 10. Именно поэтому за всеми добровольцами сохраняются их рабочие места. Работа за мной сохранилась, и должность моя так же, я приду так же после этого, как говорится. Как говорится, я приду, а компания, в которой я работал, обанкротилась или закрылась. А хозяин, директор, просто взял и уехал за границу. Ничего страшного, буду охранять пустые склады за 15 тысяч рублей. Подавляющее большинство ульяновских добровольцев – люди идейные. Устали смотреть на то, что творят на Украине. Не готовы мириться с беспределом. Жить в этих столинских бараках добровольцы готовы. А вот смириться с тем, что кто-то другой получит 200 тысяч – это уже было выше их сил. И практически все получили одобрение своего решения от родных и близких. Никто из моих близких, друзей и родственников отрицательно к моему выбору не относится. Все мои родственники и друзья, они меня понимают. Они мой выбор поддерживают. Правда, когда я им сказал, а может кто-то со мной поедет. А они такие, нет, за 200 тысяч мы не полезем. Мы лучше посидим тут спокойно в тылу. Получим за тебя компенсацию. А ты, дружище, ты не затягивай, ты поезжай. Мы тебя поддерживаем. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok